Мы рады вас приветствовать на сегодняшнем тренинге, в котором посещается теме команды образования. Будем проводить мы, Суайден, Стандемия, Азаму Айден и Азиму Налифар. Цель сегодняшнего нашего тренинга – формирование и развитие у вас навыков работы в команде. И давайте перейдем непосредственно к нашей теме. Для чего менеджерам нужно обладать навыками работы в команде? Скажите, пожалуйста. Чтобы эффективнее достигать свою цель. Достигать цель, да? Хорошо, еще? Чтобы лучше руководить. Лучше руководить, еще? И дух взаимозаменяется. Взаимоподдерживает. Взаимоподдерживает, взаимозаменяется. Это твоя работа. Меня не касается, что такое не было. Когда надо было, чтобы всегда... Общикомандный дух, да? Одна голова. Хорошо, две лучше. С мозгами лучше, да? Спасибо большое, еще? Увлекать и мотивировать персонал на совместные действия. Вырабатывать более эффективные терциалы в решениях. Ага. Есть варианты по конфликтам, разрешения конфликтам. То есть, как бы регулировать, да? Вообще, мы очень много говорим о понятии команды, да? Если мы не будем рассматривать сейчас с вами понятие команды, как футбольная команда, да? Либо спортивная. Скажите, просто ассоциации. Какие возникают у вас со словом «команда»? Единая цель. Работа вместе. Да. Совместная работа. Спасибо. Совместная работа. Всплоченность. Единомышленники. Единомышленники. Единая цель. Еще? Местоиделение вены. Тельфу. Всплоченность. Единомышленение вены. Общая ответственность. Один за все, все за одного. Общая ответственность, да? Как вас предполагает? Спасибо большое. На самом деле, когда мы пытаемся понять для себя, что такое команда, да? Команда, на самом деле, это группа людей, единомышленников, которые работают вместе для достижения общей цели. Все высказанные ваши ассоциации были правильны. Да, именно они определяют, дают общее понятие команды. На самом деле, когда мы говорим про работу менеджера, почему ему нужна такая вот компетенция, навык работы в команде? Для чего это ему нужно? На самом деле, кроме того, чтобы управлять людьми, он должен эффективно вживаться в свою команду, то есть работать вместе с ним. Не только управлять, смотреть над ними, надзирать над ними, да? А совместно с ними решать общие проблемы и уметь регулировать конфликты, как было сказано. Сейчас я бы хотела вам предложить поработать, провести одну игру, которая будет нам способствовать в дальнейшем понимании вообще работы в команде и развитию вообще навыков работы в команде. Сейчас я вам объясню правила. Пожалуйста, освободите пространство около себя. Мы поделимся с вами на 4 группы, по 5 человек. Мы можем прямо как сидим, да? Переход сюда. До Кириакаса у вас одна команда будет. Кириакас. Янис. Начинает Янис. Тут же имена одна команда и у вас 6 человек будет эта команда. Значит, 4 команды, да? Все, все. Создайте для себя место для работы. Внимательно послушайте, пожалуйста, правила игры. Значит, мы сейчас раздадим всем, каждому из участников, кусочки пазлов. Вам необходимо будет в каждой своей команде собрать 5 разносторонних квадратов. При этом вам нельзя говорить. То есть, будет считаться нарушением, если кто-то из вас что-то присказал. Меняться кусочком пазлов с другими командами нельзя. Ну, в принципе, это будет раздамить, а цвета разных всех команд. На это вам дается ровно 7 минут. Я думаю, это... Каждая команда по 5 квадратов? Да. В каждой команде 5 разносторонних квадратов. Я могу даже написать на всякий случай. Вдруг, если кто-то договорит, нельзя. Квадраты все одинаковые. 5 равносторонних квадратов. Квадраты все равносторонние. Когда дело дойдет до исполнения, кто-то начнет, а не все есть квадраты, потому что все одинаковые. Квадраты все одинаковые должны быть. Все квадраты одинаковые. Все из 5 квадратов одинаковые. Одинаковые размеры. Одинаковые размеры. Так, команды собрались. Это первая команда, вторая команда, третья команда, ваша команда и 6 тысяч человек. Хорошо. Так, вот основные файлы я записала. Сейчас мы раздадим, и по моей команде вы все начнете. Только держим в руках. А можно с эту сторону делать? Да, да, можно. Вы можете для того, чтобы поменяться местами. Подождите, это было... А, это все наше, да? Работать не начинаем. Пока держим в руках свои кусочки пазлок. Все готовы? Попробуйте, вы будете сейчас делать сами. Так, команды, внимание, время пошло. Сыграем. 4 часа 5 минут. Мы будем следить, что будет. Все, все. В команде не разговариваем. Все квадраты одинаковые. Говорить нельзя. А, конечно. Кусочков нельзя, чтобы кусочки остались. Все кусочки должны быть вовлечены. Все кусочки должны быть вовлечены. Чем взрослее становятся люди, чем сложнее включать свою креативность. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Разногласие – это что делает? Деструктирует всю работу всей команды. И очень часто бывает, что именно на этом этапе застревает вся командная работа. Естественно, итога никакого не будет. Какой совет мы должны дать менеджеру на этапе? Конфликты. Это, пожалуйста, у нас пиолет или пурпурные источники. Проводить тренинги по решению конфликтов. Замечательно. Согласны все? Я думаю, что буду. Так, еще? Проводить личную беседу. Личные беседы. С кем? С командой. Личные беседы. С каждым. С командой. Да, да, да. Кто вступает в конфликт, один на один с ним поговорить. Проводить круглые столы, чтобы каждый мог бы связаться. Общее, да. Объяснять, что разногласие – это неотъемлемая часть работы в команде. Да, конечно. То есть, если команда понимает, что это нормально, что в любой команде может быть такой и так, как конфликт, они будут к этому относиться намного спокойнее и стараться их решать. Наконец, мы прошли эту стадию конфликта и дошли до стадии, которая называется нормализация. Что происходит на этой стадии? Наконец-то все работают. Наконец-то все работают. Наконец-то все поняли свою цель, поняли свои задачи. Наконец-то они поняли характер друг к другу, как друг к другу притираться. На этом этапе менеджер что должен сделать? Пожалуйста, это наши синие листочки. Менеджер должен принимать конструктивную критику. Должен менеджер принимать конструктивную критику. Если все-таки он умный менеджер и его подчиненные выражают. Да, умнитель, да. Больше доверять. Обязательно. Все-таки мы прошли через этап конфликта, у нас общая работа. Доверие всегда. Что делать? Сплачивать людей. Дружелюбно вести совещание. Да, мы знаем, что такое у нас совещание, что такое у нас собрание. Поэтому наоборот. Еще есть? Да. Укреплять командный дух. Укреплять командный дух. Как можно отобег укрепить командный дух? Горы их вывести. Ну, какому-то там бонус придумать. Бонус придумать. Бонус придумать. Бонус придумать. Даже муче можно. Да. Даже муче можно. Да, в сантеханово поймите корпоративные, приятные мероприятия. Наконец-то дошли мы до четвертой стадии, которая называется исполнение. Это стадия и логическое продолжение третьего этапа, когда наконец нормализация отношений случилась. Люди все мотивированы. Люди очень хорошо работают. Они знают, что от них хотят. Люди амбициозны. Иногда в этой стадии даже роль менеджера, руководителя, лидера, она не проявляется как диктаторская, да? Она здесь, здесь была у нас одна презентация, по-моему, Гульнара Дела, когда хороший лидер или менеджер устраивает работу так, что команде кажется, что она может работать без лидера. Вот это на этой стадии. Какие советы? Это у нас бортовые листочки. Лидеру стоит передать некоторую полномочию, рядовую члену. Делегировать. И я знаю, что у нас есть один пустой листочек. Эрода, пожалуйста, это лично ваше мнение. Скажите, что сделать на стадии исполнения? Помогите, если кто-то хочет, поможете помочь у рода. Поощрение. Поощрение, хорошо. Какие денежные? Деньги. Можно и денежные деньги. Досква почета, да? Досква почета, да? Так, хорошо. Повышение по службе. Повышение по службе. Хорошо, спасибо. И есть по последним исследованиям, в общей стратегии есть качество 4 этапа. По последним временам предложен еще пятый этап, который называется, который предстоит нам с вами через энное количество времени. Это этап, который называется расставание. Да. Если это проектная работа, если проектная работа выполнена, любой проект имеет начало, имеет конец, то в принципе команда что должна сделать? Сказать «До свидания» и попрощаться друг с другом, потому что в любой хорошей команде формируются свои потенциальные лидеры, которые дальше должны что делать? Начать свою команду. Начать свою команду. Начать свою команду. Начать свою команду.